Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Человек считается тем, кто не умеет оставить свои границы бесхребетным, теснительным, неуверенным или неудачником, если говорят, пора замуж, все вышли, а ты нет. Надо найти кого-нибудь тебе, тебе не выберут карьеры, у тебя барокко тяжелое. Или это люди без субординации? Ну, да, как минимум, это люди, которые не уважают личные границы другого человека, как минимум, конечно же. Как минимум, тут мы имеем дело с тем, что люди пытаются подстроить человека под себя. Вот, то есть они пытаются сделать, ну, условно говоря, так, чтобы вы, например, делали то, что считают правильным они. И, вот, но никак не то, что, допустим, на самом деле, к примеру, хорошо, было бы хорошо для вас. Это вот такой довольно неприятный аспект. Вот, и, соответственно, да, это люди, которые не слишком сильно уважают личные границы другого. Ну, тут культура людей, с одной стороны, с другой стороны, здесь мы имеем дело с тем, например, что люди всегда как-то вот... могут опасаться того, что, допустим, кто-то на них не похож, вот, они могут настороженно относиться к такому человеку. И могут пытаться поднять его под себя, вот, а просто для того, чтобы как-то им самим было комфортно, чтобы им самим было хорошо, вот, чтобы им самим было как-то вот, знаете, удобно, и чтобы это не вызывало, там, допустим, каких-то опасений, да, каких-то каких-то вот негативных таких моментов у этих самых людей, вот, чтобы им было хорошо, в общем. Вот, для этого, в принципе, и могут вам говорить, то, что говорят. Конечно, 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 человеку не всегда комфортно в таком состоянии. Вот, когда к нему вот так относятся, да, когда на него давят, вот, когда пытаются как-то вот, например, поднять под себя, да, и как-то вот... значит, ну, что-то доказать ему, и так далее. То есть нужно иметь, на мой взгляд, такой довольно серьезный запас прочности в этом случае, уверенность в себе, опираться на себя, да, и вот. А за счет чего это могло бы быть, да? Это могло бы быть за счет ценностей человека. То есть, ну, то есть за счет того, собственно, что для человека может быть ценно, что для человека может быть важно. То есть это вот своя, собственно, такая, получается, система, собственно, система ценностей, вот. А, значит, при которой вот человек мог бы опираться на себя, вот в том случае, если какие-то, какие-то вот проблемы, да, возникают. Другое дело, что может это далеко не каждый, и другое дело, что может это сделать далеко не каждый человек, не указывая человека, если, 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 вот. Такого запаса прочности нет, вот, то ему, конечно, нужно наращивать, нарабатывать этот запас прочности. Вот, нарабатывать навык, навык, навык того, чтобы опираться на себя, вот. Потому что, ну, ждать и надеяться на то, что другие люди это как-то примут, да, ждать и надеяться, ну, на мой взгляд. Не лучшие идеи, не лучшие решения, вот, ничего хорошего. А из этого не получится, вот. Поэтому тут нужно, конечно, в этом смысле, именно развивать свою модель. Ценности, вот, то есть моделировать свои ценности, вот, визуализировать их, смотреть на то, что они, ну, грубо говоря, да, вот, что эти ценности, вот, во-первых, из себя представляют, во-вторых, это то, как они развиваются, ну, как они развиваются, эти ценности, вот, как они развиваются, как они реализовываются, реализовываются. Это очень важный момент, потому что, если на это не обращать внимания, например, то мы сталкиваемся как раз-таки с потерянностью, мы сталкиваемся как раз-таки с какой-то такой неуверенностью, мы сталкиваемся с тревожностью, вот, мы сталкиваемся с кучей таких вот неприятных аспектов, вот, на которые нам нужно обращать свое внимание. Это, в общем и целом, то, что я могу прямо сейчас вам сказать. Да, работать с личными границами необходимо, вот, потому что это нужно человеку, ну, ни много, ни много, ни мало, да, для выживания. Вот. То есть, если человек вот хочет, так, ну, выживать. А вот, если человек хочет, то, как-то вот чувствовать себя, ну, комфортно, вот. Ну, конечно, конечно, вот, ну, нужно в этом смысле работать с личными границами и нужно в этом смысле, конечно, ну, больше внимания обращать именно на себя. Вот это, на мой взгляд, совершенно такая, ну, очевидная совершенно такая история, на которую нужно, на которую нужно не просто обращать внимание, да, вот, но и работать с ней, работать с ней, корректировать ее. А вот я бы, наверное, так ответил, такой бы ответил вам. Вы, наверное, чего-то боитесь, вот, наверняка, наверняка, чего-то боитесь, наверняка вы чего-то опасаетесь, вот, у вас есть какие-то страхи, вот, скорее всего. Ну, с этим тоже, тоже можно, можно и нужно работать, конечно, вот. Вот, как-то так, я бы, наверное, я бы, наверное, сказал бы. То, что вы, допустим, спрашиваете, как, вот, как называется человек, да, то, что вы, например, спрашиваете, как человек называется. То, на мой взгляд, совершенно неважно, как называется человек, вот. На мой взгляд, вот, куда важнее, ну, по моему скромному мнению, куда важнее, что можно с этим делать. Вот. Что вы хотите с этим делать? Вот так. Я бы, я бы сказал. И уже от этого как-то отталкиваться. Вот уже, от этого как-то, ну, на это, эм, с этого как-то начинать. Вот. Вот. А не то, что, то, что вы, вот, человек считается тем, кто не имеет оставив своих твоих границ. Вот. А, понятно, что, например, отношения выстраивают, допустим, с мужчинами, да. Это только для того, чтобы кого-то найти, и только для того, чтобы, чтобы выйти за кого-то замуж, например. Только потому, что, ну, допустим, того требует окружение ваше, например. Понятно, что это тупиковый путь. Вот. Абсолютно тупиковый и абсолютно искусственный. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, да, вот, совершенно очевидно, что не получится из этого ничего. Поэтому, да, с одной стороны, хочется говорить не от людям, которые давят на вас, демонстрировать ему свои ценности. С другой стороны, не забывать о том, чего хотите вы сами, и выстраивать отношения с людьми. А, ну, вот так как хочется вам. Вот. Так как нужно вам. Это очень важно. Не обманывать себя и других людей. Относительно каких-то моментов. Вот. И смотреть на то, например, ну, допустим. 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 Да, вот просто. Мне. Мне. Самой. Как. Как. Хочется выстраивать отношения. На основании чего. Вот. Это очень важно. Будет. Для вас. Как. То есть, с одной стороны, не уходить в какую-то, ну, в какую-то такую, знаете, вот, в какую-то такую глухую оборону, да, в глухую оборону. А, с другой стороны, не забывать и о себе, о том, что нужно вам, о том, чего вам. Хотелось бы. Допустим. Вам. И это тоже стараться как-то реализовывать. Вот. Потому что по-другому счастливого не будет. Вот как-то так. Я думал, можно ответить вам на вопрос. На ваш. Который вы задаете. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. позволит вам сформулировать базовые какие-то постелаты для психотерапии. Вот. Если у вас есть желание ей заниматься. Вот. Так. Я вам хочу пожелать всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она по помощи пригодится. Вот. Хотя бы для того, чтобы структурировать то, что с вами сейчас происходит. Удохли так-то зате, чмerosки Sangимовича, проехали продолжание столько огромное количество. К bilода. Отк может сinterscience полностью такого человека, Продолжение следует...